Ребят, всем доброе утро. Тут с утра зашла в свои соцсети. Кстати, был какой-то период времени, когда я просыпалась. Я абсолютно не тратила время на социальные сети. А сейчас всё, блин, под рукой. И ты постоянно мониторишь. Я ещё начала вести YouTube. И у меня какой-то азарт. Сколько там просмотров, сколько там. Какие-то комментарии кто-то оставил. Сейчас будут собираться на работу. Вот у меня сегодня есть пару тренировок. Потом мне нужно будет, наконец, пойти подстричь чёлку. Я себе сделала такой челлендж. Я делаю маски. И сегодня у меня вот эта маска. Очень простецкая. Мне, кстати, надо сегодня купить какой-нибудь корейский пенку для лица, для умывания. Я хочу, чтобы, знаете, так до скрипа всё очищала. Потому что мне кажется, что очищение играет важнейшую роль в том, как выглядит ваша кожа. Когда я начала больше очищать, больше делать каких-то масок, у меня кожа стала лучше. Что я хочу сделать разгрузочный день? Может быть, я сорвусь. Может быть, нет. Не знаю. Но пока у меня есть такое желание не есть. Сегодня будет, наверное, 4 или 6 бананов. Какие-нибудь напитки. Типа капучино. Каких-нибудь чаёв. Матчи и вот что-то такое. И у меня есть 100 грамм нута. Наверное, позавтракаю им. Я сейчас отправляюсь на работу. Потом позавтракаю нутом. И потом у меня просто нужно сходить в магазин и купить бананы. Хочу, кстати, вам показать книгу. Николь Ронсер. Её купила на Вайлдберрисе. Но она как будто бы поддержанная. Потому что здесь подчёркнуты слова. То есть, это как чья-то. И это очень старая книга. 97-й год. Но я её не могла найти. Походу, она вообще была последней. В общем, Николь Ронсон. Это эксперт в области коррекции фигуры. Это из США. И у неё есть своя клиника. И вот она написала такую книгу. И я думаю, что мне, человеку, который работает в этой профессии, как тренеру, будет полезно вообще изучать такую литературу. Поэтому взяла, читаю. Я сейчас на 29-й страничке. Чтобы вы понимали, прошло 3 дня. Это коротко о том, как я читаю. Когда вы в разгрузочные дни питаетесь, то вот всё, что вы сливаете, например, килограмм кто-то сливает, кто-то 500 грамм, вы должны отдавать себе отчёт, что это всего лишь вода. Вы явно не сольёте 500 грамм жира. И просто вы себе, вы снизили калорийность. Возможно, вы там поели меньше углеводов, где-то меньше соли, воды задержалось меньше. Вы как бы прочистили организм. Да, вы стали суше. Но это не значит, что это ушёл у вас жир, и у вас так будет уходить. Будьте готовы, что после разгрузочных дней, особенно, естественно, если вы ведёте обычный свой рацион, то этот вес вернётся. Как я делаю разгрузочные дни, у меня... То есть, я разгружаюсь, мне важно не результат в эти дни, а для чувства лёгкости, для того, чтобы отвыкнуть как бы от еды, просто почистить организм. Но дальше у меня идёт опять моё питание, ПП, нагрузки и так далее. То есть, это способствует похудению. А если вы просто делаете разгрузочный день какой-то на... Не знаю, на какой основе. Где-то были там на каких-то мероприятиях, и много всего съели, и вам хочется просто чувства лёгкости, то разгрузочный день, конечно, подойдёт. Тренировки сегодня покачаю пресс, и надо будет пройти километров 15. Пару слов о моей чёлке. Она уже не укладывается, поэтому, наконец-то, сегодня я её пойду стричь ночью. Не знаю, покороче. Мне, в принципе, идёт с чёлкой. Я долгое время, я, наверное, всё детство ходила с чёлкой. Потом ходила без чёлки какое-то время. И сейчас опять хочу вернуться. Я купила пока себе 4 банана. Не стала брать 6. Подумала, что вдруг... Мне достаточно будет 4 штуки, и иду сейчас домой и понимаю, что проголодалась. И у меня уже нет какого-то желания делать этот чёртов разгрузочный день. Значит, время, сейчас скажу сразу, 10 утра. Я пришла 2,5 километра. Я потренировала, вернулась домой, вот, чтобы позавтракать. Нут буду есть холодный, здесь яичный желток. И сделала себе такой десерт. Для тех, кто любит сладкое, обязательно попробуйте. Просто бананы, политые низкокалорийным сиропом. Очень странный факт обо мне. Не знаю, зачем он вам. Терпеть не могу пить кофе с крышкой. Я пришла в кафешку. Я очень люблю это кафе Зобит, который здесь открывается. Правда, моё любимое место сейчас занято. Буду пить чай. Как вы помните, сегодня у меня разгрузочный день, и я уже съела 50% своего рациона. У меня осталось сегодня 2 банана. Все, я заказала себе чай, хотя было большое соблазнно, но купить себе почему-то вино. Я пришла сюда немножко поработать, отдохнуть, потому что я пришла уже 10 километров. Честно, ничего не ела, но я очень хорошо погрелась, потому что я реально замерзла. Сейчас я поняла, что мне вообще жарко. Посмотрите на мои щеки. Они красные. Кайфу, когда меня, конечно, уложили, когда мне подстрелили кончики и сделали челку. Кажется, мне очень идет. Я посидела в кафе, выбила очень много чая, кружки 3. Самое важное, что я для себя поняла, это мне нельзя сидеть дома в разгрузочные дни, потому что я начинаю от скуки, от изделия что-то есть. Я как-то делала разгрузочный день на шаурме и поняла, что это фастфуд, это вообще не мое. Вот разгрузочный день на фастфуде, это не работает для меня. Для меня круто работает разгрузочные дни на каких-то правильных продуктах. Я сейчас со своей ходьбой, со своей нагрузкой я стараюсь делать около 1000 ккал. Разгрузка. Это у меня разгрузка. Я знаю, что для многих они скажут, что это много, но я вам скажу, что для меня это нормально, потому что я ем больше, потому что я много двигаюсь. Я как-то пыталась совсем голодать. То есть я пыталась совсем нифига не есть. И я поняла, что на мне эта тема не очень работает. Мне тяжело делать это чисто эмоционально, чисто психологически. Мне нравится вот это чувство легкости, но я уже говорила, что я на самом деле люблю разгрузочные дни, так это за то, что ты отвыкаешь от еды. Когда ты делаешь на каком-то одном продукте, ты понимаешь, что у тебя небольшой выбор, и тебе не особо-то хочется есть, потому что ты знаешь, что и на завтрак, и на мед, и на ужин, и на дня будут выливать. Но есть люди, которым круто делать, например, на бургерах разгрузочный день, на какой-то другой еде, не ппшной, какой-то фастфуд, и они тоже будут себя хорошо чувствовать, и они будут худеть просто за счет того, что у них будет меньше калорийность, чем в обычный рацион. То есть и так, и так можно, как вы делаете, или делали, или будете делать, я не знаю. Выбирайте и смотрите сами, но мне все-таки больше ближе вариант именно с разгрузкой на правильных продуктах. Окончание моего влога будет завтра по замерам и по краткому такому выводу, который я сделала по сегодняшнему дню. У меня еще есть весы такие, которые вычисляют, сколько жира, сколько воды в организме. Хочу сделать такой анализ. Я редко делаю на своих весах этот анализ. Наверное, раз в месяц, просто чтобы понимать какую-то общую картину. меня беспокоит именно вестеральный жир. Это жир в области живота, в области талии. Его переизбыток, это говорит о проблеме со здоровьем. По талии можно определить, насколько человек ведет здоровый образ жизни. Не по бедрам, не по лицу, а именно в области живота, то есть именно область талии. И вот показатель вестерального жира, он как раз-таки в этом анализе, он как раз показывает, насколько у вас нет проблем, короче, норма. Это 1-2. Имеете, у меня сейчас полтора. Но всегда, а всю жизнь было 1, поэтому я хочу, конечно же, еще убрать вот эти 0-5. Может быть, завтра я уже увижу какой-то другой результат, но это не точно. Еще не знаю. Но вот как раз завтра закончу свой влог результатами, анализом и посмотрим, насколько у меня ушло далее. Я прошла сегодня очень много и не планировала на самом деле только гулять 17 километров. 21 километров она это мой рацион на сегодня ягоды 240 грамм не знаю сколько готовой будет эта гречка я запарила и гречки у меня 40 грамм батончик протеин творог сыр и рикотта 300 грамм 200 грамм 200 грамм печень куриное яйцо отварное огурцы вот как-то так выглядит